По словам врачей, большинство людей, стремящихся к идеальной фигуре, изматывают себя голодом и диетами. Это не только неправильно, но и опасно. Рацион питания и комплекс физических упражнений должны быть индивидуальными. Биоимпеданс – высокоточное исследование, показывающее количество мышц, жидкости, жировой и костной тканей в организме. За основу берутся рост, вес и сопротивление биологических мембран низкочастотному току. Очень удобно. Не нужно идти в поликлинику, стоять в очереди, ждать специалиста. Приехали, рассказали, все доступно, все понятно. Узнала, что нужно спать до 22 ложиться, не кушать после 6. В принципе, все мы это знаем, просто не все соблюдаем. С помощью современного оборудования можно диагностировать предпосылки к ожирению, узнать о состоянии мышц и о том, насколько правильный путь к здоровью выбрал пациент. Предотвращение хронических заболеваний, острая память и крепкое сердце – всего этого можно достигнуть, лишь придерживаясь здорового образа жизни. Основная мысль – это разъяснение достаточно подробно, наглядно о образе дня, каким он должен быть, об рациональном режиме рабочем. То есть так, чтобы это была и гимнастика, и зарядка, то есть именно рациональный режим труда. По группам – это примерная схема, то, как оно должно быть. То есть сон должен быть 10 вечера, не позже, иначе происходит повышение одних гормонов и дезрегуляция всего последующего дня, то есть с нарушением режима рабочего. То есть это все сказывается. Поэтому сон в 10 вечера, далее завтрак в первый час после пробуждения, желательно до 9 утра. Завтрак здесь индивидуально, должен сочетать либо углеводы с белками, либо преимущественно белковую пищу, то есть опять же от человека отталкиваясь. Далее, кому нужны перекусы, кому не нужны. То есть это не абсолютное показание, что вот одна схема должна быть у каждого, нет. В управлении Пенсионного фонда состояние своего здоровья узнали более 70 человек. Пройти медицинское обследование могут все желающие, обратившись в отделение медицинской профилактики города-курорта. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион.